Полупустой Ночной экспресс, старый отель, и пусть меня никто не ждет. Пусть двери вези меня, ночной экспресс, вези меня скорей, как ты пьешь. Скажите, правда говорят, что вы теперь еще и диджествуете, то есть вы чужую музыку микшируете? Да, у меня прошел уже такой террористический акт, дидидиск-жакейство. Начала я еще в Америке на радиостанции студенческой, прошла там курсы, стала продюсером, выпускала 15-минутные программы своеобразной такой музыки. У меня называют террористические такие вещи, которые не для, как сказать, не для всей массы народа, то есть это для определенной части аудитории. Да, сейчас у меня есть тертушка, и я делаю разнообразные миксты для себя. Иногда могу вывылочить на сцену, и там немножечко задорно что-то такое свести там и так далее. Я люблю габа-хаусы, я люблю террористические миксты, то есть вплоть до даже unhappy габа и несчастливая музыка, то есть несчастливый габа и даже некоторые со стрельбой и прочее. То есть вот такое, оттягиваюсь, так сказать. Ну, для души. Это для души, то есть у меня хорошо получается. Ну, как правило, у нас самые любимые песни всегда большая царапина. Я заметила, что аудитория молодеет, то есть это не какие-то уже состоявшиеся люди после института и так далее, которые вольный образ жизни ведут и могут себе позволить иногда в какие-то эксперименты там опуститься, даже такие над собой тяжелые. Но ничего нет тяжелее эксперимента заставить себя не пить алкоголь. Это я вам говорю точно, как вот человек, который, хотя, в принципе, раньше я тоже не пила много, но это сложнее, довольно сложно. Хочется эту тучку пивка пропустить так иногда. Да, правда, я так думаю, какая же я все-таки жесткая, как же я так террористически к себе отношусь. Ну, ну, должен же быть заменитель какой-то, ну, я не знаю. Но то, что самоочищение, мне кажется, это не очень адекватно, то есть. Не очень адекватно. Во-первых, я готовлюсь стать матерью, поэтому это вполне адекватно для меня. Это чисто по-женски вот такой подход, наверное. Жанна, то есть зачем плодить вот этих? Человек должен быть человек будущего, здоровый, счастливый. Лет через, так, а я не знаю, когда. А я не знаю. Как лет через сколько? Ну, так. Жанна, скажите, а вот как вы заботитесь о своем волшебном голосе джельсамина, как его называют? Ну, шаляпин пил. Каждый день. Я практикуюсь каждый день, несмотря на то, что я живу в московских апартаментах. Кроме того, сейчас я с большей трогательностью и деликатностью стала относиться к своему голосу. Если раньше я высаживала по полторы пачки мальбора красного, там давно еще было, то сейчас уже такими вещами я уже не занимаюсь. Хоть я и террористка, но уже знаю, что мой голос – это моя зарплата, это мой хлеб. Поэтому относиться стала я к нему по-взрослому. А в Америке вы отрабатывали свой хлеб в ресторане, вы пили свои песни? Этот период моей стажировки в русском ресторане среди эмиграции довольно любопытный, на мой взгляд, для исследователей моего творчества и вообще моей жизни. Это был самый ответственный период, в котором я была. Да, рок-н-ролл – это капризная избалованность и браво, мое любимое, которое меня терпело какое угодно, и как, ну, если так говорить жестким языком. И вообще все так довольно… судьба ко мне благосклонна, но в период ресторана Black Sea это была тяжелейшая стажировка, меня проверки, кто я есть на самом деле. Там я проявила свою работоспособность. Я стояла с 9 часов вечера до 3 ночи и пела на святой сцене. Я пела свои песни из Браво, репертуар. Я пела разные песни, Алла Борисовна песни одну. Дальше – истальянские, и испанские, и французские, и английские песни. И у меня не было возможности никогда петь на итальянском, так серьезно как будто бы. Вот у меня была возможность себя проверить. И народ этот помнит и любит меня, эта русская община. И они никто иной, как первые, кто пойдет и купит в рекорд-таурах мою пластинку, когда она выйдет. Вообще довольно, как сказать, в профессиональном плане меня это очень закалило. Закалило на такую, на долгую такую дорогу, на долгую такую дорогу. То есть все так сразу с неба не валится. Закалило на такую, на долгую такую дорогу. Я там работала полтора года. Остальное время я работала на радиостанции и училась в актерской еще школе в Америке. Хорошо, что у меня были возможности платить за все. Вот как раз когда я работала в ресторане, получала там зарплату хорошую. Я училась в школе в Беверли-Хиллз, учила английский язык. А также ходила в театральную школу, в знаменитую Ли-Страсбург-школу. Когда уже английский мой стал хорошим, я стала уже избавляться от акцента, работать педагогами. И даже была приглашена на озвучивание фильма. Но вот тут произошел еще один довольно странный момент. Когда у нас произошла некоторая, к сожалению, неконтактность с продюсером. Вот тогда-то я шла после этого из голливудской студии. Вот заливалась-то я слезами. Потому что только из одного ударения. Он сказал, что надо говорить «папа», а я сказала, что так в царской семье не говорили. И мальчик должен был назвать своего отца «папа». В общем, глупая история на самом деле. Сейчас мне, конечно, уже смешно и весело, но... Все эти вещи, как некоторые говорят, он еще чуть-чуть, и он стоял уже там, можно сказать, там где-то, что-то волшебное. В чем-то таком. Еще бы чуть-чуть, и я это тоже испытала. И никакой горечи и сожаления у меня нет. Вот я просто проплакалась тогда, шла, вот градом слезы у меня лились. Но я себя ни в чем не обвиняла, потому что я была такая, как я должна была быть. И наверняка вы были правы. Скажите, Жанна, а вы встречались в Америке с Васей Шумовым? Да. О! О! ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ